Добрый день, дорогие ученики всех автошкол. Меня зовут Балдеску Игорь, я директор автошколы Мастер-класс. Сегодня вместе с моим другом Василием мы решили снять видео по всем экзаменационным маршрутам для того, чтобы упростить вашу жизнь на экзамене при получении водительских прав для категории B. Мы постараемся вкратце, но доступно объяснить, чтобы успеть пройтись по всем пяти маршрутам. Желаем вам удачи! Дорогие курсанты, желаем вам успехов на дороге за рулем! После того, как вы выехали с территории Агентства государственных услуг, Службы документирования и квалификации водительского состава, вам предоставляется возможность проехать пробную дистанцию 100 метров, в течение которой вы не получите штрафные баллы. Но все-таки, прежде чем вы начнете движение, вы должны подготовиться. А именно, отрегулируйте сидение, отрегулируйте зеркала, пристегните ремень безопасности, заведите мотор, проверьте приборную панель автомобиля, убедитесь, что все двери и багажник закрыты, включите фары, переключите коробку передач скорости в первую скорость, снимите ручник, покажите поворотник влево, убедитесь, что нет преград, посмотрев зеркала и окно и приступайте к движению. Вместе с другими тремя курсантами вы окажетесь на одном из пяти маршрутов для сдачи практического экзамена по городу. Каждый из вас должен будет проехать примерно 7 километров, за которые не должен будет набрать больше 15 штрафных пунктов. В случае, если вы наберете уже 16 пунктов, экзамен будет не сдан. Удачи! На этом перекрестке нам надо будет повернуть направо. Для этого включите правый поворотник и держитесь как можно правее. После чего уступаем дорогу всем транспортным средствам, приближающимся слева и пешеходам. Убедившись, что все хорошо, продолжаем движение по правой полосе. На нашем пути представлен участок с ямами, поэтому не превышайте скорость. Но бывает так, что инспектор, который принимает экзамен, обычно спешит и может настоять на том, чтобы вы ехали быстрее. Только в этом случае можете немного увеличить скорость. Итак, мы начинаем маршрут номер 2. На этом перекрестке нам надо повернуть направо. Держимся как можно правее, но указатель поворота включаем только тогда, когда проедем въезд на автозаправку. Держимся ближе к правому бордюру, чтобы не создать впечатление, что мы поворачиваем направо со второй полосы. Так, между нами и бордюром не должна поместиться еще одна машина. Горит зеленый сигнал светофора. Мы можем ехать. У нас установлена дополнительная табличка со стрелкой зеленого цвета на черном фоне, поэтому есть возможность проехать. Но учитывая большой поток машин, которые едут на свой зеленый сигнал светофора, и именно на этом перекрестке мы вам советуем дождаться свой разрешающий зеленый свет, чтобы без препятствий и с уверенностью проехать. У светофора едем прямо. Горит зеленый сигнал, можем продолжить движение. Обратите внимание, что если на нашей полосе припаркована машина, даже если только одним колесом, все равно включаем левый поворотник для объезда препятствия. После этого появляется еще одна полоса справа. Показав поворотник направо, перестраиваемся на нее. Внимание! После моста, спустившись в него, повернем направо. Для этого включаем указатель поворота направо и поворачиваем у перекрестка. И запомните, после того, как повернете направо, выключите поворотник, чтобы не вводить в заблуждение участников движения о намерении заехать на территорию автозаправки. Продолжаем. У знака «Обязательное направление объезда препятствия» опять включаем поворотник направо и уступаем дорогу пешеходам. Показываем пешеходу знак рукой, что он может пройти. Если же он не хочет переходить, мы продолжаем движение. Уступаем дорогу транспортным средствам, движущихся по правой полосе. Скоро у нас будет сужение дороги. На этом участке у нас отсутствует дорожная разметка, и немного сложно понять, сколько полос. Здесь у нас три полосы, поэтому еще раз уточним. Итак, первое перестраивание будем делать у первого же появившего препятствия у нас на пути, или же у первого знака сужения дороги. Значит, вот тут мы перестраиваемся первый раз. Перестраивание будем делать достаточно большое, потому что полосы широкие. Ориентир ставим на большую трещину на дороге. Второе перестраивание делаем у второго знака сужения дороги. Так, из трех полос осталась только одна. Пытаемся попасть как можно правее, но не заезжая колесом на остановку. И потом также держимся как можно ближе к бордюру. Внимание, светофор! У нас красный сигнал, останавливаемся у линии стоп. В принципе, у нас только одна полоса в одно направление, но достаточно широкая, помещаются два ряда машин. Поэтому нам надо ехать как можно ближе к правому бордюру, чтобы остальные участники движения могли нас обогнать. Если мы не будем держаться как можно правее, все участники движения будут стараться нас обогнать, и тем самым будут нас прессовать. Внимание! Знак ограничения максимальной скорости 30 км в час, знак искусственная неровность и пешеходный переход. Поэтому уменьшаем скорость и пропускаем пешеходов, если они есть. У следующего перекрестка продолжим движение прямо. Обращаем внимание, что сигнал светофора красный, но есть дополнительная табличка со стрелкой зеленого цвета. Поэтому у линии стоп полностью устанавливаемся на 2-3 секунды. Пропускаем пешеходов и можем воспользоваться дополнительной табличкой. Продолжаем движение до середины перекрестка. Пропускаем все транспортные средства. И при выходе из перекрестка, если нет пешеходов, завершаем свой маневр, независимо от сигнала светофора. Убедившись, что на пешеходном переходе нет пешеходов, продолжаем движение. Внимание! На перекрестке улицы Мунчеш и улицы Пандурилор совершим разворот. Разворот, а не поворот налево. Это значит, что будем возвращаться по той же дороге, откуда приехали. Показываем поворотник налево. Если у нас зеленый, заезжаем до середины перекрестка, пропускаем транспортные средства, движущиеся по встречной полосе, и затем завершаем маневр. Руль поворачиваем до максимума после того, как начали движение. При выходе из перекрестка стараемся не заезжать на остановку. Для этого включаем левый поворотник, убеждаемся, что нет никого, и занимаем вторую полосу. В случае, если бы у нас горел красный сигнал светофора, мы должны были бы остановиться и ждать зеленый сигнал светофора, а не завершать свой маневр на красный. Внимание! У нас красный сигнал светофора. Если в это время меняется сигнал светофора на зеленый, продолжаем движение. Здесь движемся как можно правее к бордюру, потому что на следующем перекрестке будем поворачивать направо по улице Буребиста. На этом участке дороги есть несколько ям. Если можем, обижаем их, включив поворотник и убедившись, что рядом с нами нет машин, которые едут по соседней полосе. Итак, на этом перекрестке поворачиваем направо, горит красный сигнал светофора. Поэтому у линии стоп останавливаемся на несколько секунд, после чего, уступив дорогу пешеходам, воспользуемся дополнительной табличкой с зеленой стрелкой. Заезжаем до края проезжей части, уступаем транспортным средствам, которые участвуют в пересечении перекрестка, и продолжаем движение. Обращаем внимание на препятствия по нашей полосе. Показываем левый поворотник и убедившись, что нет никого, занимаем левую полосу, после чего возвращаемся на свою полосу. Осторожно! У нас ограниченная видимость пешеходного перехода. Убедимся, что нет никого, и продолжаем движение дальше. Избегайте движения между двумя полосами, иначе получите штрафные баллы. Когда правая полоса будет свободна, занимаем ее. Приближаясь к пешеходному переходу, мы замечаем потенциальных пешеходов, поэтому уменьшаем скорость до минимума и пропускаем пешеходов. Затем продолжаем движение. У перекрестка продолжаем движение прямо, и только по правой полосе. Поэтому, если вы движетесь по второй полосе, обязательно возвращайтесь на первую полосу. У нас красный сигнал светофора. Супер! Здесь обычно многолюдный пешеходный переход, поэтому заранее уменьшаем скорость и уступаем всем пешеходам с обеих сторон. У перекрестка бульварда Дачиа будем поворачивать направо. Для этого включаем правый поворотник и по возможности занимаем правую полосу. Пересекаем перекресток также по правой полосе. Здесь у нас препятствие. Показываем левый поворотник и когда будет свободна левая полоса, занимаем ее. Ни в коем случае не заезжаем в перекресток сразу со второй полосы, иначе можем получить штрафные баллы. Осторожно! Пешеходный переход. Если у пешеходов сигнал светофора зеленый, пропускаем их. Если же красный, мы завершаем свой маневр. Продолжаем движение в нашей поэте полосе. Следующий перекресток улица Христо-Ботев совершим разворот. Для этого заранее займем крайнюю левую полосу, показав левый указатель поворота. Если сигнал светофора зеленый, заезжаем в перекресток. Если поворотник отключился, заново его включаем. Начинаем маневр разворота, расположившись как можно ближе к разделительной полосе. Не заезжаем слишком далеко в перекресток, а держимся как можно ближе к разделительной полосе. Пропускаем транспортные средства со встречной полосы. И если нет никого, продолжаем движение. При выходе из перекрестка занимаем вторую полосу. Или же оставляем одну полосу, которая ведет к остановке, а мы попадаем на соседнюю. И тут у светофора, если бы горел красный сигнал, мы бы завершили свой маневр, уступив дорогу пешеходам, так как отсутствует линия стоп. В отличие от перекрестка, по улице Мунчешт, где мы должны остановиться и дождаться свой зеленый сигнал светофора. У перекрестка кузовода продолжаем движение прямо. Останавливаемся у линии стоп на красный сигнал светофора. При включении зеленого продолжаем движение. На следующем перекрестке повернем направо по улице Валя Кручий. У нас мигающий зеленый сигнал светофора, поэтому нам лучше остановиться у линии стоп на 2-3 секунды, после чего, убедившись, что на пешеходном переходе нет никого и уступив дорогу всем транспортным средствам, участвующих в пересечении перекрестка, убедившись, что мы никому не мешаем и полоса свободна, мы завершаем свой маневр. Обращаем внимание на знак ограничения максимальной скорости 30 км в час, искусственная неровность, которые нас уведомляют о пешеходном переходе и о том, что мы должны снизить скорость до минимума. Проехав пешеходный переход, у нас все еще нет знака конец ограничения максимальной скорости или же перекрестка, поэтому не превышайте скорость 30 км в час, чтобы не получить штрафные баллы. Только в случае, если инспектор настаивает на том, чтобы вы ехали быстрее, можете немного увеличить скорость. Следующий перекресток завершит действие знака ограничения максимальной скорости. Здесь можете ехать около 40-45 км в час. Далее у нас пешеходный переход с ограниченной видимостью, поэтому немного уменьшаем скорость, смотрим с обеих сторон, чтобы не было пешеходов и внимательно проезжаем. На следующем перекрестке с круговым движением повернем направо. Для этого включаем правый поворотник только после того, как проедем прилегающую территорию. Вот здесь включаем правый поворотник. Уступаем движение транспортным средствам, которые едут с круга, после чего продолжаем движение прямо. Внимание! Следует сужение дороги, и мы должны занять крайнюю левую полосу. Для этого показываем левый поворотник, пропускаем всех, кто едет сзади по левой полосе, и если у нас есть препятствие, останавливаемся и терпеливо ждем, пока полностью не освободится дорога и не появится возможность перестроиться на левую полосу. Будьте внимательны у пешеходного перехода. У нас ограниченная видимость. Снижаем скорость до минимума, чтобы при необходимости мы могли остановиться и пропустить пешехода. На следующем перекрестке улица Кузовода повернем направо. Поворотник включаем после проезда прилегающих территорий, чтобы не вводить в заблуждение участников движения о намерении заезда в прилегающие территории и не получить за это штрафные баллы. На перекрестке поворачиваем направо, включив правый поворотник и держимся как можно правее, после чего, если у нас на полосе появилось препятствие, показывая левый поворотник и уступая движению транспортным средствам, занимаем вторую полосу. В такой ситуации, как сейчас, когда автобус забирает пассажиров, ни в коем случае не выезжаем на встречную полосу, а терпеливо ждем, пока автобус не отъедет от остановки, и мы с уверенностью можем продолжить движение. На этой полосе стараемся не ехать слишком медленно, чтобы не создавать препятствия транспортным средствам. Если есть возможность, занимаем опять правую полосу. На перекрестке продолжим движение прямо по улице Куза Вода, поэтому занимаем правую полосу. Если мы заметили человека не на пешеходном переходе, и он может создать аварийную ситуацию, в этом случае мы пропускаем его, независимо от того, переходит он дорогу по правилам или нет. Если же он стоит и не собирается пока проходить, и если он не на нашей полосе, мы продолжаем движение, чтобы не затруднить движение всем транспортным средствам, движущихся сзади нас. Иначе можем получить штрафные баллы. Обратите внимание, если машина перед нами по соседней полосе останавливается перед пешеходным переходом, будьте внимательными. Это означает, что есть пешеходы, и нам надо снизить скорость до минимума и пропустить имеющихся на пешеходном переходе пешеходов. На следующем перекрестке по улице Сармиси Четуза повернем направо. Для этого показываем правый поворотник для перестроения на правую полосу. После чего мы заняли первую полосу, сразу же выключаем поворотник, чтобы не вводить в заблуждение участников движения о намерении заехать во дворы и не получить за это штрафные баллы. Показываем поворотник у светофора, и поворачиваем направо. И если есть дополнительная табличка со стрелкой зеленого цвета, продолжаем движение. Осторожно, пешеходный переход. Смотрим в обе стороны, даем возможность пешеходам пройти не спеша и продолжаем движение. На следующем перекрестке повернем налево. До этого средняя полоса у нас была только для обгона или объезда препятствий, как для нас, так и для транспортных средств, движущихся по встречной полосе. Приближаемся ближе к перекрестку, пока эта полоса не станет только нашей для развороты или повороты направо. Уступаем дорогу пешеходам. Приблизительно здесь показываем поворотник налево. Занимаем среднюю полосу для того, чтобы повернуть налево. Здесь у нас Т-образный перекресток. Значит, с этой полосы обязательно надо повернуть налево, а с правой полосы обязательно только направо. Но бывают моменты, когда водители с правой полосы поворачивают одновременно с нами налево. Убедитесь, что нет такой ситуации и выехав с перекрестка, занимайте правую полосу. У перекрестка поворачиваем направо по улице Педорий. Продолжение следует...